Любителям пострелять по гирляндам опор линии электропередач грозит тюремный срок. Прокуратура Нюрбинского района направила уголовное дело в суд в отношении двух граждан, которые с хулиганских побуждений повредили объекты энергетики. В материалах дела разбирался мой коллега Роман Савинов. Утром 4 октября около 70 тысяч жителей Вилюйской группы районов остались без света. Многие списали это на поднадоевшие в то время плановые отключения. Но ближе к обеду выяснилось, что отключение аварийное. Оказалось, неизвестные отстреляли изоляторы ЛЭП на линии ВЛ-110 на участке Сунтар-Нюрба. В 9.30 поступило сообщение, что на таком-то километре, по показаниям приборов, есть повреждения. Бригада Нюрбинского района выехала на место, проявили обход, охватили участок чуть побольше. Вторая бригада выявила именно поврежденный участок. В течение дня мы это дело устранили. И линия была введена в работу до тысячи часа местного времени. В тот же день прокуратурой района было возбуждено уголовное дело на место преступления. Были направлены оперативники, которые начали изучать место происшествия. Изначально было выдвинуто несколько версий, вплоть до детской шалости. Но последняя развалилась практически сразу же. А вот спустя пять суток были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались далеко не дети, а местные горе-охотники, которые после безрезультативной охоты в состоянии алкогольного опьянения решили пострелять по неподвижным мишеням. Лица были, да, в нетрезвом состоянии. Они, получается, в связи с тем, что результатов охоты у них не было, они ходили по этой местности. И когда дошли до этих обор, получается, один из них из хулиганских побуждений без причины стреляет по одной опоре, второй обвиняемый повторяет его действия. И в итоге, получается, они произвели 15 выстрелов по двум опорам. В ходе следствия было проведено свыше 100 следственных действий. Было собрано достаточное количество улик, под натиском которых подозреваемые не стали отрицать свою причастность к совершению данного преступления и начали давать признательные показания. С ними были проведены первоначальные следственные действия, были проведены обыски в их жилище, и причастность их полностью была подтверждена. Были взяты оружия, по которым были проведены доктилоскопические экспертизы, и экспертизы тоже полностью подтвердили причастность именно данных оружий. Ущерб от детской шалости 40-летних составил свыше миллиона рублей. А именно такой ущерб был нанесен, по мнению пострадавшей стороны. Расстрел изоляции на опорах 473,474 на 110 лидии. Общий ущерб составил 1 миллион 371 тысяча 190 рублей составлено исковое заявление. На эту сумму виновники какую-то часть уже компенсировали. А как посчитала прокуратура, нанесенный ущерб составил порядка 650 тысяч рублей, что в два раза меньше, чем заявляет пострадавшая сторона. Но в этом предстоит разбираться в судебном порядке. Сегодня дело любителей пострелять по изоляторам ЛЭП направлено в суд. Подозреваемым грозит до трех лет пребывания за решеткой. Роман Савинов, НВК Саха, Нюрба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова